Сегодня мы с вами очень конкретно и подробно установим это доменное имя на WordPress. Итак, с доменами мы с вами разобрались. Теперь нам осталось сделать только следующее. Нам нужно с вами установить наш домен на движок WordPress. Итак, как мы это делаем? Давайте заходим вот сюда, на джина, на главную страничку. И у нас есть такая ссылка, которая называется «Приложение». И переходим сюда в установку приложения. Вот это вот у нас предложен джина-спектр, то есть виртуальный хостинг, облачный, точнее, хостинг, в котором мы с вами можем установить абсолютно все наши движки, но будет стоить это 99 рублей в месяц. А можем сделать это бесплатно. То есть я захожу вот сюда, навожу курсор, видите, и у меня появляется напротив WordPress вот этот движок мы устанавливаем. Движков здесь несколько показано. WordPress, Joomla, Bittrex, Drupal. Мы с вами устанавливаем на самую популярную платформу WordPress. 4.3 версия, последняя. После того, как вы кликните на значок «Установить», у вас появится вот такое поле, где будет указана вот такая папка «Дома». Для того, чтобы ее правильно заполнить, при регистрации к вам на почту приходит вот такое письмо. Вот оно приходит от робота джина. Здесь вам конкретно будет сказано, что вы зарегистрированы и благодарят вас за это на сайте GIN.RU, что ваши авторизационные данные вот такие. Посмотрите, вот логин ваш и вот ваш пароль. Обратите внимание еще на то, что вам здесь будет дан пароль к доступу FTP сервера. Практически FTP сервер у вас будет точно такой же пароль, как он и идет на вход на GIN. То есть вот это письмо вам ни в коем случае нельзя терять, оно должно быть у вас. Поэтому, когда вы будете регистрироваться на WordPress, имейте в виду следующее, что вы должны будете сделать следующее. Имя базу данных вы заполняете, даете ей название, я даю такое же самое. Имя пользователя или СМИР, а вот сюда пароль мы должны с вами ввести вот из этого письма. То есть я копирую этот пароль, захожу сюда и вставляю его вот сюда. Сервер базы данных LocoHost, префикс таблист остается на такой же. Если у вас будет несколько баз данных, то вы можете естественно вот здесь вот какую-то букву поменять. Но если вы делаете первый раз, оставляете ее там. У меня появляется, что все в порядке. Мы успешно выполнили эту часть работы установки и кликаю «Запустить установку». Мне дается информация о том, что этот сайт уже на WordPress установлен. Вхожу в собственный сайт. Вношу опять же его имя и тот пароль, который мы с вами сюда вводили. И попадаю на свой установленный сайт. Вот теперь посмотрите, вот здесь уже установлены все файлы WordPress. Если я сейчас зайду сюда, выйду в консоль, то я увижу, что вот это тот мой самый сайт, который был установлен на WordPress. То есть это здесь даны все те файлы, которые нам предлагает сам WordPress. То есть вся работа выполнена. Таким образом мы с вами покупаем домен. И после покупки домена мы устанавливаем его на WordPress.